Ну что, давайте мы начнем. Те, кто подтянутся, подтянутся. Ваня, здесь такой случай, когда я могла бы где-то полчаса занять и рассказывая, какой вы хороший журналист и какое вы, ну, тоже впечатление от книги, но я, произведите вы лучше сами первое хорошее впечатление. А потом мы уже дадим возможность задать вам вопрос. Хорошо, тогда, если позволить, я начинаю. Коллеги, всем добрый день или добрый вечер. Я очень рад, что мы начинаем представление. Мне очень приятно и очень лето, что оно проходит на платформе, на площадке Института региональной прессы, которую мы очень любим и в которой мы испытываем богатую благодарность за работу. Так получилось, что первое представление, хотя книга вышла еще в апреле, но на такие самоизоляции мне было не очень до того, чтобы вести презентацию, к сожалению. В этот момент мы пытались выжить и сохранить остатки злого ума. А теперь, наконец-то, мы уже поговорим о книге. Вы знаете, поскольку мы здесь сейчас общаемся в журналистку кругу, то я хотел бы, перед тем, как мы поговорим о Вацлаве Гайзе, затронуть вот такую тему. Было бы большой ошибкой думать, что книга – это то, что рождается исключительно в кабинете человека, который пишет. Что ты потратил часть своего времени, написал ее и все. Как я прекрасно понял своим опытом, работа над книгой и выпуск книги потом – это очень сложный социальный процесс, который требует от автора построения рабочих связей, деловых, людей, которые могут. И я это все испытал полно, потому что нужно было договариваться с теми местами, где можно было работать над источниками. Уже ближе к выходу книги была очень сильно напряженная работа с поиском иллюстраций. Конечно же, необходимо попасть к читателю, что невозможно быть с улицами. И пока мы еще не говорим про Гайзе, я хотел бы упомянуть две возможности, которые открыты для журналистов, и которые мне помогли и поспособствовали в писании этой книги. Первая из этих возможностей – это стипендия им. Ватсуа Гавила, которая определяет один раз. Предприниматель Министерства иностранных дел и свободной Европы радиохода предусматривает полудовую стажировку в Праге. Я эту стипендию получил уже, получается, 7 лет назад. И если бы не это поехало в Прагу, то вот эта прекрасная книга не была бы написана и, наверное, никогда бы не увидела сверху, потому что я бы не выучил язык, не окунулся в эту историю, этого все бы не произошло. При заявке на Хавилл фэлошип этого года, по-моему, закрылся пару дней назад. Но надо понимать, что год сложный, и как это все будет развиваться этой осенью, пока никто предугадать и предсказать не может. Может быть, она вообще в любом виде отменена, мы не знаем. Но сама программа, я уверен, будет существовать в следующем году, и через два, и через три. И поэтому, пожалуйста, коллеги журналисты, знайте, что такая возможность есть, и по возможности обращайтесь. Как минимум могу сказать, что Анна Аркадьевна будет воспринята как прекрасный рекомендатель отборочной комиссии. Вторая вещь, которую я хотел бы рекламировать именно с этой книгой, и которая уже имела прямое отношение к моей работе над этой книгой, это очень большая развиванная система ГАТОВ, которая выдает очень известное и солидное НКО, который называется «Proacted Civil Society Center». Идея, которая заложена в основу их программы, мне кажется, просто прекрасная, она, по-моему, гениальна. Почему? Очень часто люди из области медиа, из каких-то активистских организаций или экспертных вынашивают какую-то ее, но они не знают, что сделать, как подобрать ресурс для того, чтобы ее выполнить. Или наоборот, какие-то принимающие организации приглашают на стажировки, приглашают на семинары, но люди, по большому счету, с заявленными не очень интересуются. И часто такие поездки превращаются просто в профессиональный туризм. Едем, смотрелся, пообщался, вернулся, да, ничего из этого на выходе полезного общества для мира не вышло. В чем конца Пражского центра гражданского общества? Она заключается в том, что человек, будь он журналистом, или активистом, или исследователем, специалистом в какой-то области, он может в другой стране бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы найти для себя организацию, которая примет его на месяц полтора-два. Они вместе будут работать над каким-то актом, а, соответственно, НО за это заплатит. Оплатит проживание, платит транспортные расходы, накладные расходы, даст некоторое количество денег, не очень большое, но даст принимающие организации. И в 2017 году, уже работая над книгой, я подал заявку в первую волну этих грантов, и мне повезло. Значит, Prague Civil Society Center оплатил мою мечтную стажировку в библиотеке Ватслорба в Праге, с которой я на тот день тоже был знаком, несколько дней там работал, приехав в Прагу сам. И в марте-апреле 2018 года я провел в Праге меди, просто целенаправленно работая над книгой. Каждое утро ходил в библиотеку и проводил там целый день. Что-то, конечно, мою работу не ускорило и очень сильно улучшило, и приблизило на тот день, когда книга появилась на свет. Заканчивая вот этот небольшой отрек, повторюсь еще раз. Вот две важных вещи, две важных возможности, которые есть у российских журналистов сейчас. Я готов к любому том, уже сейчас мы не будем об этом говорить. Если возникнут именно там вопросы, я потом смогу на них ответить. Вот, следи за ремой. Вот, это важно. И теперь, после этого небольшого экскурса, наверное, можно поговорить о книге. Покажу ее сейчас. Вот она, она вышла в хорошем издательстве нового литературного обозрения, которое, я просто с большой гордостью это хочу сказать, этой весной выпустила очень много прекрасных книг, с которыми было очень почетно оказаться вместе. И для меня, может быть, почетно оказаться вдвойне, потому что, собственно, до выхода этой книги я не выступал публично в качестве эксперта, подпелывал в качестве его официального биографа или историка этого не было. Но на протяжении нескольких лет я работал над этой книгой и потом показал о практиках. Ее читали уже настоящие специалисты, они отозвались о ней очень одобренным. И она вышла. Я не знаю, к нам лучше поступить. Аркадьевна, зададите ли вы какие-то вопросы о книге или продолжите? Как вы считаете, Таня, вы тут у нас представите? Хотите вопросы сразу? Меня интересует, в продаже есть эта книга? Я купила. Купили, да? В буквоеде? Нет, я расскажу вам. Да, конечно. Вот самый важный вопрос, предусловно, книга в продаже есть, ее можно купить на Зоне, на Ринте. В Петербурге она должна продаваться как минимум в магазине Бекслов и в подписных зданиях. Да. В Москве, наверное, в Фоланстере, в Цаусском. Ну, это утилитарные вопросы. Не отвечайте, Ваня, на такие вопросы. Это мы скажем. И потом журналист, который не умеет найти книгу, вас спрашивает. Да. Я не журналист. Я вот купила, несмотря на то, что мне... Вообще, один из самых... Несмотря на то, что еще в марте был такой анонс, Анна Аркадьевна, я запаздываю, но я вам подарю книгу. Но я не дождалась, я не терпеливая. Ну, как минимум, я вам потом ее напишу тогда. А это... А уже... Вообще, из самых частых вопросов... Какой вопрос самый частый? Какой самый частый вопрос? Один из самых частых вопросов, задававшихся мне весной, был очень прост. Почему Гавил? Почему именно Гавил? Почему ты остановился на фигуре Гавила, чтобы я к этому подтолкнулась? На этот вопрос есть несколько ответов. Еще когда мы с одним из этих коллег с радио Свободы делали небольшое рево об этой книге весной, я тогда сказал, что я, по сути, написал книгу, которую я хотел прочитать сам. Это была не совсем шутка. Действительно, я искал какие-то книги, связанные с историей Востной Европы. В какой-то момент мне пришел в голову посмотреть, нет ли каких-то связанных с Гавилом. Их не было. А потом, каким-то странным путем, эта мысль про графику Гавил, она обосновывалась в моей голове. Она там нашла себе местечко, и надо потихоньку завладевать моим сознанием. И до конца завладел. Я подумал, что можно попробовать, чему бы и нет. Боги горшки обжигают. Что делает меня фигура Гавила по-настоящему важной и увлекательной? Это несколько вещей. Во-первых, Гавил – это, безусловно, политический лидер того типа, которого, по мнению многих, хватает в России. То есть мы говорим о человеке образованном, о человеке, безусловно, интеллигентном, о человеке, для которого, с одной стороны, были очень важны его примы, а с другой стороны, была очень важна культура коммунистов и диалога. В России, к сожалению, очень часто бывает, что у политиков нет ни того, ни голого. То есть и принципов немного, и готовности до Гавила тоже нет. И даже Ирина Дмитриевна Пухарова, директор, руководитель здания новой литературы и воззрения, тогда, когда ей приходилось лично говорить про эту книгу, она часто делала акцент именно на этом, на том, что Гавил – это политический лидер того типа, которого в России не хватает. Могут мы этот опыт изучать, анализировать, и если не копировать, наверное, это невозможно, то каким-то образом осмыслять. А кроме того, что было важно уже в процессе работы, в написании этой книги, Гавил представляет собой очень многогранную личность, которая, если ее поворачивать в разные стороны, пока обнаруживается здесь с самыми разными историческими, то есть Гавил родился в очень богатой, в очень извинной семье, которая была прекрасно встроена в истеблишменты, мы воспользуемся этим словом Чехословакия. Его отец был крупным бизнесменом, построил многие здания в Фраге, который до сих пор, его дядя был блестящим продюсером, который фактически издавал чешское кино в 30-х, 40-х годах. Потом Гавил занимался творчеством, он был известным драматургом, и, соответственно, мы делаем еще один поворот, и видим, что он естественно связан с литературой, театром, кино и словаки в 50-х, 60-х годах. Затем времена меняя, Гавил приходит диссидентское движение, и мы открываем новый пласт, уже вот и на коммуне в социалистической стране тоталитарный паспорт. Можем его равнивать с другими странами, Польшей, Советским Союзом. Потом это колесо поворачивает еще раз, и происходит революция. Гавилович становится президентом до этого момента он участник большой политики для расширения Европейского Союза и рождение НАТО, очень важных процессов, которые имели отношение к Россию. И таким образом, поворачивая с разных старших героев, нашего героя, мы видим, что он очень сильно встроен в самые разные системы, связи, структуры, и представляет очень многогранную личность. Мне казалось безумно интересным весь этот огромный контекст, каким образом книгу вобрать. Моя жена, она первая читала «Рукавище», еще тогда, когда никто ее не читал, я придумала для книги шуточное название, и все это время мы называли ее только так, называли ее «Гай-контексты». И действительно, мне казалось, что этот контекст во многом не менее важен, чем сам Гайвел, потому что это, наверное, очень важный момент при работе биографии политики и творчества человека. Это не только сухие факты его жизни повседневной, а его встроенное происходящее. Таким образом, его фигура была связана с историей и с эпохой. А Гайвел, по сути, это не эпоха. Для того, чтобы разобраться биографии, нам ходится откатываться еще ко временам, когда он не родился и даже еще не возник в Славахе, а заканчивая его жизнь уже фактически в наше время, в конце 2001 года. Вот. И мне приходилось слышать упреки иногда в том, что я попытался рассказать слишком много. но счастье слышал и много благосклонных, доброжелательных, когда люди говорили противоположное. Прекрасно, что эта книга наоборот объясняет и много новой информации. Как или иначе, я хотел, чтобы было иначе. вообще, когда мы говорим про политиков такого типа, такого рода, как Гавилл, мы окажемся перед определенным соблажном, потому что даже в российской публицистике современной и в блогосфере очень часто можно найти отголоских споров, а кто русский Гавилл, кто мог бы быть Гавилл и так далее. В конечном счете, мне кажется, что ответ, даже если он кому-то покажет печаль, ответ такой, что временяется Россия в 2020 года, это не Чехословакия 1989, и предполагать, что ситуация повторится и окажется похожей, не приходит. мне кажется, что это неважно. И когда мы говорим о Гавилла, причем Гавилла именно времен Пархабной революции и первых лет после нее, то важно понять, что он не был тем единственным человеком, который без малейшей альтернативы воспринимался как государством. Нет, в значительной степени он оказался человеком, который в лучшей степени ответил на какие-то общественные запросы, на какие-то представления о том, как теперь должна работать страна. Мне кажется, очень показатель на то, что мы говорим сейчас во время событий белорусских. Потому что как раз Беларусь в силу ее политического устройства и того, что там происходит, может в себе обнаружить больше параллелей с той Чехословакией, чем Россия. И очень интересно, очень интересно, кто те люди, которые может быть смогут ответить на представление белорусского народа о политическом лидерстве, о тех реформах, о тех изменениях, которые люди хотели. Поэтому за то, что происходит сейчас, я с большим вниманием и следил в любом случае. Это, конечно, не из-за Гавила, не из-за Гавила, но как Гавила, я, как мне кажется, могу пользоваться еще и оптикой. Просто сравнивая эти события, сопоставляя их, что происходило там тогда и в наше время, в Минске и в других городах. Вот, я сейчас сделал маленькую паузу и, может быть, послушаю. Есть вопрос, у меня есть вопрос. Вот, у нас тоже был политик, который оказал огромное влияние на то, что произошло у нас после 91-го года. Это Егор Гайдар. А вы могли бы сравнить нашего Егора Гайдара и Латву Гаву? Какое важное отношение к нашему политику? говорим про чехословатскую и чехословатскую и чешскую новейшую, то параллели с Гайдаром ближайшая это, наверное, не Ватслав Гайдар. Дело все в том, что сразу после бархатной революции, во время бархатной революции, в ноябре 80-го года, появляется организация, которая называлась граждан-форума. И часть ядра этой организации составили старые диссиденты, которые уже на протяжении 15-20 лет были в позиции к социалистическому революции. Но ничуть не меньшую и не менее важную часть ядра гражданского форума составили люди, которые были диссидентами. И среди них очень сильно выделялись тогда еще достаточно молодые ученые, экономисты, социологи, политологи. Все они работали в каких-то институтах Чехославской академии наук. Как в Советском Союзе Чехословакии, Чехославской наукой были своего рода небольшие уголки, куда относительно зависимые интеллектуалы, не диссиденты, но чуть более свободомысливые люди, чем другие, могли уйти на работу и там заняться своими делами без такого гнева идеологического, как большинство других людей. в Чехословакии был так называемый прогностический институт академии наук. И именно в прогностическом институте сформировалась большая группа интеллектуалов, которая в 1929 году пришла в большую политику. И больше именно из прогностического института вышли два следующих президента Чехии после 20-го Гайвела. Потому экономистом института Васлав Клаус и человек, который до сегодняшнего дня является президентом Чехии, чему-то правда, не знаю почему, несмотря на это прекрасное образование, почему-то предпочитает антиинтеллектуальный имидж, не знаю почему, это кажется. Выдержал Милл. Вот. И поэтому мне кажется, что ближайшая аналогия с Гайдаром, то есть биография Гайдара, образование Гайдара, таким образом переходил в политику, это не Гайдар. Это теле, которые определяли экономическую политику Чехословакии, а под Чехией сразу после революции. Причем в книжке Гайдар упоминает, если мне не изменяет, этого раз, и один из чешских экономистов, Шиншиска, говорит о том, что приватизация в Чене во многом проходила по тому же сценарию, что и приватизация в России, и говорит о том, что приватизация в России шла по достаточно правильному в своей церкви принес сценарий. Единственное, что это был настолько сложный процесс, что обвинять организаторов в каких-то провалах не имеет большого слова. В общем, вот так, наверное. Мне кажется, что Гайдар, наверное, какие-то ближайшие аналоги я вижу вот такие. Ну да. А наш Гавелл это Ельцин, да? С очень большой поправкой. Дело все в том, что Чехословакия как такая в 89-м году тоже стояла на пленой развил и нужно понимать, что совсем не обязательно Гавелл бы непременно стал президентом страны. Были самые разные варианты, были какие-то политики из коммунистической партии, когда-то отлученные и стремившиеся вниматься. И в принципе очень может быть, что руководителем страны стал бы какой-то высокопоставленный коммунист. И он бы, наверное, в том случае был-то вроде Вечерского Ельцина. Мне кажется, что при уважении к Борису Николаевичу, многим его достижениям, все-таки фигура Гавела чуть более выигрыша по многим причинам. Но это, наверное, объясняется не только личными качествами, объясняется просто тем, что мы живем в сексуальные ответы на запросы Чехослава общества и Чехослава. Также Николаевич наказался наявле адекватной маме фигурой. Это не значит, что он был во всем хорош и другом прав. Совершенно точно нет. Но получилось так, как получилось. В этом смысле в значительной степени детерминист. То есть я исхожу из того, что люди, которые нами правят, не берутся никуда. Их все-таки рождает сама среда и среда предлагает условия, в которых они действуют. Наверное, если говорим про конец 80-х годов, то была фигура, которую мог по косвенным признакам поставить с Гавилом это академик Харов. Но мог ли академик Харов в 89-м году или в 90-м до своей смерти возглавить Советский Юс? Наверное, в этом очень большие сомнения. Скорее всего, нет. Я думаю, что это было невозможно. Вот так вот. Еще вопросы есть у кого-то? Андрей? Молчание. Коль заговорили, я понимаю, что мы выходим немножко в сторону, но я вспомнила, как когда Белый дом был под угрозой у нас, Гайдар стоял и раздавал оружие. Вы можете себе представить Гавилу, раздающим оружие? Думаю, что нет. Думаю, что нет. И фактически Чехословакия на своем пути эволюции, демократии, она такими угрозами не столкнула. Протест с самого начала был исключительно Больше того, если мы говорим про сам ноябрь 89-го года, то есть тот момент, как режим РУ, он подтачивался в той или иной степени на протяжении года, годность небольшая. Люди во всем понимали, что с таким союзом уже что-то не то, что он ослабил что-то не может уже удерживать эти восточноевропейские государства. Понятно, что шаталась в разные стороны Польши, уже начинались реформы в Венгрии, а Чехословакия держалась чуть ли не больше всех остальных ее руководств, держалась за власть и силой разгоняла какие-то протестные митинги, демонстрации, причем иногда очень жестоко с дубинками, метами, служебными баками. Записи этих событий можно найти в интернете, конечно совершенно ужасны, но интересно, что в какой-то момент та чаша терпения общественного она лопнула и случилось это в один день, когда полиция напала на студенческое шествие в Цепраге и именно избиение этих студентов видимо было самым жестоким, самым беспредельным будет и люди всколыхнулись, люди всколыхнулись, всколыхнулись, ответив на падящее. И собственно после этого режим понесся по наклонной странице, у него вот уже в считанные дни не осталось никаких шансов себя держать, хотя казалось бы, этого он боролся достаточно долго за свое существование. Это опять же нас возвращает к событиям, которым я к событиям, как я недавно говорил, к событиям в Минске, потому что тоже есть ощущение, что есть птический режим авторитарный, который даже до пользовался большой поддержкой значительной частью усиления, но в какой-то момент видимо исчерпал это и перешел уже к грубому насилию. Сейчас видно, что на это насилие реагирует очень полезно. И то, что сейчас происходит, напоминает происходившее в Чехословакии в осеннем году. Хотя я не забегать вперед, не хочу утесать, что так же и закончится, закончится может покрытно, но так или иначе Чехословакия себя практически всегда показывала очень мирно по своей природе государством. И даже тогда, когда она разделялась, даже тогда, когда ушло определенное напряжение между Чехами и Словаками и их общим будущим, даже тогда она смогла разделить совершенно мир без не то, что войны, как и славия, но без каких-то столкновений, стыков и так далее. и это возвращает к вопросу. Я не могу представить правила, раздающие муслматы, но я даже не могу представить ситуацию, которую как бы она сложила, ему бы пришлось сделать и почему. За много лет до революции, за много лет до президентства он в те дни, когда войска вошли в Чехословакию, 1868 года, он вместе со своим другом отправился на радио того города, где он был, это был город Игорьевск, и на протяжении нескольких дней они зачитывали воззнания, призывали писателям всего мира, читали документы, это была их форма сопровления. Вот этим Гавилл занимался это для него было естественно, для него было органично. А Гавилла не самого с автоматом, не Гавилла, раздающего мата я представить не могу. Я видел вопрос ранее, меня спросили, рисовал ли я себе портрет читателя книги. Этот вопрос интересен, потому что мне кажется, что он может любого автора очень далеко завести, потому дьявольский слой понять, кто твой будущий читатель. В конечном счете, может быть, это сейчас прозвучит немножко нацистично, но я писал книгу, ориентируясь примерно на такого читателя, как я являюсь себя сам. Я пытался написать книгу, сам люблю читать. Это была книга по истории, связанная тесно при этом не только с политической историей, но и с историей литературы, кино, театра. И книга с подробным, насколько это возможно, скрытием контекста, то есть погружением читателя в детали. Много ли в России и сопредельных странах. Таких же читателей, как я, к сожалению, не знаю, не могу ответить. Но никакого другого реалистичного способа каким-то социологически себе вооборот я не мог и не знаю, что это делать. И было бы интересно спрашивать других, которые берут должностные книги, документальные, как они это делают. Но у меня это было в конечном именно так. Я писал книгу, для читателя похожего на меня. А вы представляете себе читателя из власти, допустим, нашей, читателем вашей книги? Могут они для себя что-нибудь там почерпнуть или там уже такая тупость, что непробиваемо? Не политкорректный вопрос. Я думаю, мы живем в большой стране и в нашей власти тоже работают разные страны. Сама страна, в которой они существуют сейчас, работают. Большинство из них, конечно, отталкивает, если не к деградации, то к определенному отменению от интеллектуальных вопросов, моральных, этических и так далее. Это, наверное, не избирает. В то же время верю, что и в большой политике, и на государственной много людей неглупых и совсем не завцев, совсем подонков, которые в других условиях, когда она поменяется и проявит себя совершенно по-другому. Тем более, что наше общество, оно меняется не только революционным способом, очень много изменений в любом обществе, в российском тоже, происходит из-под вольпоспенна. Может быть, мы не отдаем себе в этом отчет, но какие-то вещи проникают в нас, проникают в наш ум. И там закрепляются, даже несмотря на Пустина, даже несмотря на Россию, даже несмотря на телевизионную пропаганду, они проникают просто потому, исторически объективны в какое-то время. Поэтому я себе прекрасно представляю человеком, который читает эту книгу, какие он вынесет уроки, не знаю, хотелось бы хорошее, но очень важная мысль здесь, я тут видите, сейчас переключаюсь постоянно между собственными мыслями, тем, что по тому поводу мог сделать Гавил. Гавил говорил о том, нет смысла чешскому обществу полностью отбрать от себя, например, всех людей, которые находились на государственной судьбе или социально-фимистической партии, что это бессмысленно, что большая часть этих людей имеет полное право на общественную реабилитацию и то, чтобы обычными полноправными общества непораженными правах, нестигматизированными и думаю, то же самое касается и России. У нас очень много говорят в нашей публике, опять же, в бугах о люстрации, о том, каким образом роваться с прошлым советским, а какой-то путинским прошлым, как оно станет прошлым. Вот в книге моей есть глава про люстрацию в Чехословакии и Чехии и работая над ней я для себя понял, насколько это сложный вопрос. Он вот так просто не решается и приносит большие общественные сложности, затруднения. Три-четыре люстрации? Поэтому о люстрации. О люстрации. там был еще один вопрос, тоже на экране. Долго ли я работал? Ну, смотрите, эта мысль прекрасная меня пустило летом 2016 года. Я подумал, что можно начать работать на книге. активно ее писать, то есть просто каждый день в компьютер мне тысяч знаков текста. Я начал в августе 18 года. То есть в общей сложности такая предварительная работа в «Свисочек» длилась два года. Если было месяц в «Аге» в библиотеке, она бы длилась дольше. Этот месяц стоил полгода или года или больше той работы, которую могло вести параллельно повседневной рутинной своей занятости тем, что я делал обычным. Поэтому это такое два года. Ну и, конечно, когда я ее уже пил, то тоже постоянно искал новые источники, дополнял то, что у меня было. Ну вот так вот. Продолжаю. Опять еще один вопрос. С экрана был Гавил счастливым человеком. Вот это вопрос, на который ответа в книге, наверное, нет. И я не уверен, что готов его сформулировать сейчас на ходу, но попробую сказать, я думаю. Мне кажется, что Гавил в своей жизни сделал очень много того, чем он мог быть. И в его жизни очень часто бывали моменты, когда он должен был находиться на пике определенной творческой, когда к нему пришел театральный успех, политической, когда он оказался лидером огромной революционной волны, которая его приведела во власть, когда он выступал в Конгрессе США, мог общаться с Пабой Римом и Далай-Ламой. Я думаю, что все моменты так или иначе делали его счастливым. Но был ли он счастлив, подводя это в своей жизни? Не знаю, есть история, которая вышла уже за несколько лет смерти, она называется «Пожалуйста, коротко», по любимой фразе его пресс-секретаря, с которой он обращался к журналистам всегда, «Пожалуйста, коротко». Так вот, в книге «Пожалуйста, коротко» Гавил пишет о том, что он чувствует определенную усталость, связанную с возрастом, с уже плохим социальным здоровьем, и, кроме того, говорит о том, что он в дистой степени демотивирован над своим детей, тем, что у него нет детей. Говорит о том, что если бы у него были, то он бы, наверное, чувствовал бы в себе больше сил заниматься какими-то вещами, построить новый дом, нет чем-то еще. В значительной степени, уже уйдя с поста пресс-секретаря, он был во многом человеком уставшим, определенная вычерпанность присутствовала в нем. Опять же, в книжке я постарался это показать, а еще Володь, я видел, вопрос был чуть длиннее, я запомнил из него первый раз про счастье. Если ты вторую напишешь, то я постараюсь ему тоже ответить. И когда больше всего он был счастлив до президентства, во время или после? Вот была вторая часть вопроса. А, все, спасибо большое. Я думаю, что на этот вопрос ответить практически невозможно. понятно, что человек находится в разном эмоциональном состоянии и проживает разные моменты своей жизни, и это всегда определяет и его возраст, здоровье, и обстоятельства жизни. думаю, что где-то в 60-х годах, еще до 68-го года, вторжения в войск ваша разговора, до нормализации, тогда, когда он находился на творческом взрослете, его пьесе, и во всей Человакии, и во многих странах мира, я думаю, в этот момент он просто должен был быть счастлив. Так или иначе. Но это не значит, что это был. И я в данном случае не претендую на то, чтобы дескально разобраться с его психологией. Все-таки это не художественная рептура. Я пытался работать с точниками. И знаю о Гавиле то, что о нем писали, то, что о нем говорили, то, что говорил Делан сам, факты его биографии, его собственные признаки, на мнение других людей. Но заглянуть, к сожалению, ему в голову уже невозможно, и было невозможно при жизни. Поэтому этот вопрос, который итогового ответа не имеет, я его не могу и книге его тоже не дать. Мне хотелось бы услышать, как получилось так, что пресса и по сей день, или вернее, но сегодня, по крайней мере, такова, что аудитория ей доверяет. есть ли его какой-то вклад в это, при его правлении, каково было отношение к прессе и отношение прессы к нему? Были темы запретные, скажем, вы говорили, он был нездоровый, или вы писали, он был нездоровый, мы об этом знаем, что мы знаем о здоровье, скажем, нашего лидера, что мы знаем о детях нашего лидера и прочее. Вот все-таки ну, если бы была такая главка Гавилл и пресса, как бы вы ее раскрывали? Ну, значит, того, что практически не можно в этом, наконец-то, сопоставить Гавилл и Путин в данном случае не надо, не надо, оставьте дистанцию настолько фасальная, что то, что мы не знаем ничего о здоровье каких-то личных обстоятельствах Путина, уже совершенно понятно и никогда не будет по-другому. Гавилла была достаточно открытой для пресса. Фактически каких-то запретов тем не существовало. Он приобщался постоянно и с мировой, и с чехословат на самые разные темы. Но была, наверное, тема, которую сложно назвать запретной, но она была сложной. Это тема его личной жизни после второй женитьбы. ведь дело все в чем Вацлав первый раз женился еще достаточно юным человеком. Женился на очень приятной интеллигентной девушке по имени Ольга, которая с ним шла в самые сложные моменты его жизни. Сначала взлет и потом его физическое изгнание из профессии, запрет его и те годы, когда его преследовали, когда он сидел в тюрьме. И она как раз очень враждебно отнесла к тому, что он стал президентом. Был момент, когда она говорила ему, что она разведется, если он пойдет в власть. И первые месяцы после его избрания президентом она в штыки воспринимала, что связано с ее статусом. Она запрещала проводить специальный телефон в квартиру, где они жили. Не хотела участвовать в каких-то мероприятиях. Потом, чуть позже, свыклась с этой мылью, начала ощущать себя первой леди государства, активно занималась благотворительностью и в качестве первой леди была популярна. Она пользовалась большой любовью и уважением людей. Но так получилось, что уже несколько лет сначала Гайловского президента она умерла. Она достаточно тяжело забрела, ушла из жизни. И всего год после ее кончины Гайлов женился второй раз. он женился на известной актрисе, несколько молод его самого. Некоторые наши зрители даже могут ее в лицо, потому что в начале 90-х у нас на российском телевидении показывали Чехославский сериал, который называется «Меножки» со второго этажа, снятый где-то в 80-е годы. Я тоже его смотрел. Вот Дагмар Вешкарнова, потом Галова, в этом сериале играла. Для зрителя, конечно, не единственная ее роль, но это та ее работа, по которой ее могут узнать российские зрители. Гайлов женился второй раз, и эта женитьба была, как многим кажется, не самым вышлем шагом для с имиджевой точки зрения. По многим причинам. Во-первых, потому что это хорошо очень быстро, всего через год кончина его первая. Многие посчитали, что это мрано и не подобает этим. Во-вторых, чисто вот такого честного мнения, как Марк, его вторая жена, на многом прорвала первую жизнь. Была, может быть, менее первой леди, Ольга. И в этот момент, когда Гави женится на Дагмар, они в степени становятся желтой прессы, бульварной. В этот момент бульварная пресса много пишет о его здоровье, даже те вещи, которые Гави не афишировал, пытаются писать об взаимоотношениях, что происходит у них, грубо говоря, на кухне. Часто публикуют такие вещи, которые Гави кажутся оскорбительными, и несколько раз Гави даже судился им бульварными изданиями, и не всегда успешно. Иногда ему удавалось каким-то образом призвать их к ответственности, за то, что они писали, иногда суд приходил в мысли, что те находятся в своем праве. на протяжении нескольких лет длившаяся война с желтой прессой, она сильно омрачала, мне кажется, жизнь Гави Что касается прессы деловой, политической, то там все было достаточно хорошо, и чья страна в общем-то свободной прессы, не идеальной, разумеется, но достаточно свободной, достаточно развитой, и в целом работающей по достаточно профессиональным стандартам, я могу точно сказать, поэтому вот так. Сам Гавил себя тоже отчасти причислял к журналистам, хотя он, может быть, такой повседневной журналистикой не занимался, но для журналов молодости писал достаточно много, поэтому был не только драматургом, но и почти таким же журналистиком. Спасибо. Еще вопросы есть у нас? Так. Трудности перевода мешали работе? Это вопрос. Да, безусловно, конечно. Так получилось, что я смог ввести в оборот достаточно много источников, которые раньше не переводили, не издавались по-русски, поэтому это, безусловно, очень полезный, как мне кажется, вклад, но при этом вот такой настоящей профессиональной практики перевода с чешского на русский у меня не было, то есть я фактически двигался на ощупь методом проб и ошибок. К счастью, мне не пришлось переводить художественный текст, я очень рад этому. Пьесы Гавила были переведены в конце 80-х, в начале 90-х, они вышли, мне кажется, что можно было бы кстати переиздать, пока об этом речь не заходит. Я достаточно долго думал о том, насколько вообще у меня получаются эти переводы и потом случился момент, который меня успокоил, вернул в колею, потому что я в одном сборнике, который вышел на русском языке, нашел текст, который до этого перевел сам, думая, что и вы на русском. И когда я увидел этот перевод неизвестным современным историком богемистом Элоизе Дорожнюк, я увидел, что мой перевод в общем-то не хуже. Иногда выбраны немножко другие слова, немножко другие обороты, но в целом, если сравнить два этих перевода, то мой вполне корректен и выполнен хорошо. В этот момент я немножко успокоился. но над переводами все работало очень долго, даже если небольшая фраза, то практически всегда тратил на нее много времени, уточняя значение слов, пытаясь искать такие же обороты в речевом контексте, в других источниках, что это может значить, как это можно перевести. эта работа нелегка. Если не владеть обоими языками вообще в полнейшем совершенстве, а все-таки по-настоящему досконально до мелочей чешский язык, конечно, не знаю, вот, эта работа непростая. Но я надеюсь, что я с ней справился. Так, посмотрим, есть ли еще вопросы. Я так больше вопросов не вижу. А как будет распространяться ваша книга через... Да, кстати, тираж какой у нее? Одна тысяча экземпляров. Одна тысяча. Это мало. Это мало. Ну, наверное, это мало, но я надеюсь, что все, кто нас слушает, купят по пять штук после нашего вебинара. Она, в принципе, насколько я знаю, расходится. То есть, в мае она попадала, например, в список лучших продаж в магазине Фаланстер. Понятно, что Фаланстер это в значительной степени не был магазин. В него не ходят в Москве все подряд. Но, с другой стороны, это же и определенный знак качества. То есть, книга как-то находится в топе продаж Фаланстера это уже серьезно, это уже солидно. И мне было очень приятно туда попасть. Я сам пристально не слежу, но время от времени на лабиринте, например, отслеживает продажи моя жена. И она мне сообщает, что вот, ты знаешь, недавно книга ушла в Нижненогу, недавно книга ушла в Архангельск, недавно книга ушла в Петербург или в Москву. Почему-то книга очень популярна на юге России, не знаю, она мне говорила, что она была в Саврополь, в Ростов-на-Дону, в Краснодар, в Крым, аннексированный нами, который тоже условно можно считать югом. А в Волоке? Нашим или не нашим. Вот. Не знаю, почему на юге популярно. Что их подталкивает к этому. Я сам их немножко, чуть-чуть распространял. У меня были небольшие партии книг. Сначала мне из-за этого присылал так называемые авторские экземпляры. Потом я заказывал уже просто из-за расчета того, что они мне понадобятся. Я их каким-то своим друзьям или знакомым или людям, с которыми мы общаемся в социальных сетях. Я их отправлял в почте, с автографами. Это тоже были такие. Была пара акций, которые тоже имели успех. Наверное, уже круг этих патчиков исчерпан, которым я мог отправить. Но это тоже имело смысл. А потом я ведь очень жду, когда пройдет карантин. Ну, не карантин как таково, но когда ситуация лучше. Когда можно будет проводить уже очные встречи с читателем и там продавать книгу, там ее распространять. Потому что мы оказались вот в такой ситуации. Книга появилась на свет тогда, когда просто пик ничего не работало, никто никуда не ходил, никто никуда не ездил, мы сами в четырех стенах. То, что в этой ситуации она все-таки была замечена, они писали в некоторых изданиях, кликовали отрывки из нее, были лицензии. Это мне в значительной степени помогало психологически, потому что самоизоляцию, вот эту двухмесячную основную часть ее было прожить нелегко. Это было просто психологическое поддержка. Но если бы вообще всей этой безумной истории пандемии не было, то и путь к читателю был бы проще. И я думаю, что уже сейчас состоялось десяток презентаций и вставлений в Москве, Петербурге, Логде, Ярославле, еще бы. В середине октября я вроде бы должен представлять книгу в Праге. Причем сразу в нескольких местах будет так называемый Форум 2000. Это большой гуманитарный форум, основанный самим Вацлавом Гайловым, проходящий каждый год. Организаторы форума были бы рады видеть меня, рассказывающим о нем. Тогда же можно было бы выступить в библиотеке. Есть русскообразовательная организация, так называемая Школа культурной молодежи в Праге. И они тоже меня звали, выступить перед русской молодежью в Праге, поговорить про Гавила. Но сейчас все складывается таким образом, что, скорее всего, просто нет возможности поехать туда в середине октября. Пока что получить визу невозможно. Поэтому мне кажется, закругляя эту тему, что книга не взорвала книжный рынок и, наверное, не могла его взорвать. Было бы немножко наивно думать, что это случится. Но в то же время мне кажется, что она свое место, правильное место, подходящее для нее, она заняла. И в этом качестве вполне успешно. Это меня радует. Вы как-то мыслите недостаточно прагматически, плохой вы пиарщик. Я бы обязала всю Государственную Думу купить каждого члена, каждого депутата по вашей книге и прочесть ее от корки до корки. То же самое проделала бы с Советом Федерации. подбросила эту книгу в Кремль и обязала бы тоже прочитать. И возможно, они бы прочитав, помудрели и потребовали переиздания книги и распространения во все публичные библиотеки всех городов Российской Федерации. И обязательно для школьного чтения. Да. Я Татьяна подсказываю для школьного чтения. Тут я детей уберегла бы пока им надо повзрослеть, чтобы читать вашу книгу. Ваша же дочка еще не читает ее, я так понимаю. Моя дочка еще не читает три с половиной года, но она знает, что я написал книгу про Вася Габа. То есть если у нее спросить, про кого папа книгу написал, она ответит. Это первый шаг. Некоторое время назад мы говорили о том, что во власти есть люди неглупые, которые могли... Но в то же время во власти в нашей публичной много людей... Я просто боюсь себе представить, как они будут ее читать. Анна Аркадьевна, как вы думаете, бегло бы ее прочитать? и что-то вынести. Вы знаете... Я прям боюсь себе представить, допустим, бегло бы с книгой в руках. Если бы приказ Путина был. Вот Татьяна подсказывает, если бы Путин приказал, бегло бы книгу прочитал. Понимаете... Зачет бы еще сдали. На самом деле, на самом деле, я считаю, что даже если бы там какая-то мысль закралась, хотя бы о том, о чем еще Платон писал, каким должен быть лидер, то это уже было бы хорошо. А вы рассказываете, я там выступлю, я сам выступаю. Выступайте, пожалуйста. Тысяча разойдется, и разойдется довольно быстро. Вы даже не успеете заметить. Но я хочу, чтобы она произвела все-таки эффект такой, от которого общество немножечко стало более совершенным. Вот мне кажется, это из таких книг. Честно говоря, зная, что вы ее написали, я ее не то, что недооценивала, но не ожидала, насколько она действительно весомая, не только когда ее несешь из магазина. она заставляет вспоминать, и она как-то легко входит в сознание. Вот это тоже интересно, потому что, ну, вы знаете, что если там у кого-то жизнь была бурная, и там было много всевозможных коллизий такого свойства, что об этом писали газеты, в том числе и желтая, это одна сторона, здесь же по сути дела она, то есть она не веселая, но она не скучная, она просто убедительная, вот так, наверное, это слово я хочу сказать. И я настоятельно рекомендую вот этот экземпляр с вашего разрешения, Ваня, мы будем в библиотеке выдавать под расписку, что вернут и будем давать тем, вот, из тех записавшихся, кто здесь просвечивается, кто захочет ее прочесть, прочтет и вернет, если не купит сам. Но если сам купит, это уже, понимаете, я не могу рекламировать, я говорю, что мы можем сделать, чтобы люди ее читали. Так что вот так. Ну, Анна Аркадьевна, я могу, давайте я проликвамирую, скажу, коллеги, покупайте книгу, смотрите ее друзьям и родственникам и депутатам государственной ДУК, кстати, тоже. Я думаю, это будет. Да. Вот так. Спасибо вам большое, Ваня. Если у кого-то есть последний вопрос. А, вопрос возник. Сейчас читаю. Твоя биография Гавила, извините, что это твоя, чем отличается от других? Вопрос от ленивого читателя. Дело всего в чем. Ведь на русском языке это первая биография Гавила, пока единственная. большая часть книга Гавила вышла на английском, некоторая количество на английском. И, конечно, книги, которые написаны не на русском языке, они адресованы другому читателю. Например, самая большая, самая фундаментальная, самая полная биография 20-го Гавила написана по имени Михаил Жантовский. Он директор Гавиловской библиотеки. Возможно, скоро перестанет им быть, потому что выдвинулся в чехсенат. Если победит на выборах, то будет сенатом, а не директором библиотеки. Он работал с Гавилом достаточно долго, был его пресс-секретарем в первое время. Так вот, Жантовский пишет для чешского читателя. И его какие-то пояснения, какие-то экскурсы в историю, какие-то они делаются тогда, когда он хочет какие-то реалии пояснить молодым читателям, тем, кто просто не застал социалистическую оку в 60-е, 70-е, 80-е годы. Когда я обращаюсь к российскому читателю, к русскому, я понимаю, что многие люди в силу возраста прекрасно понимают социалистические реалии. То есть то, что Жантовский поясняет, для них бы в пояснениях не нуждалось, но есть какая-то национальная специфика, просто происходя вещи. Поэтому однажды меня спросили в лоб, а почему ты просто не пил какую-нибудь книгу, ну все бы и ввел. Я сказал, ну зачем, мне было интересно написать, это же совсем другой процесс, это же совсем другая работа. И безусловно это так. Но кроме того важен результат. Я думаю, что книга Жантовского та же самая, если бы она была переведена, она бы нашла свое место в русскоязычной литературе, исторической. Я был бы рад, если бы она вышла. может быть я в значительной степени подорвал ее шансы приведенной, посмотрим еще, но так или иначе немножко отличается подход, потому что все чешские биографы так или иначе пишут о чешском президенте для чешского читателя. И тогда, когда речь заходит об авторах английских или американских, они тоже обращаются к другому читателю. А мне хотелось погрузившись в этот материал, нырнув в него, потом из него вынырнув и постараться его как-то связно, логично и более-менее интересно рассказать для читателя нашего. Поэтому в этих биографиях конечно многое совпадает, просто потому что они документальны и рассказывают об одном и том же человеке, но принцип разный, принцип разный и поэтому сравнив с тихонным. Вот как-то так. Спасибо, спасибо. Все, больше ничего пока нет. Я должна сказать, от себя я не могу навязывать свое мнение сидящим рядом, но я получила удовольствие от общения с вами тоже, не только от вашей книги. Потому что бывают авторы, которые убивают свою книгу своим занудством. а вы очень непосредственно и очень как-то так понятно свободно рассказали о книге. Спасибо всем, кто был с нами. И тем, кто записался. Я не стал на экран выводить всех людей, поэтому не видел лиц. Надеюсь, что эти лица были освещены интересом того, что я говорил. мне ось провести это время. Подвести итог. Мужчин 8, женщин 13, городовый участник в Российской Федерации 6, 3 стороны. Очень хорошо. Очень приятно. Я очень благодарен всем, кто с нами сегодня. Был большое спасибо. А мы вам благодарим. отслугаю правду и любовь победят ложь и ненависть. Я думаю, это чудно. И так и произойдет. Нет пророка в своем Отечестве, а в чужом есть. Спасибо. Спасибо. До свидания.